Проверить свои физические данные прибыли анапчане самого разного возраста. 235 спортсменов от 18 до 70 лет. Шесть видов тестов, входящих в нормативную базу ГТО. Мы хотим сегодня привлечь внимание всего населения города Курат-Анапа, и не только населения города Курат-Анапа, но и всех отдыхающих, гостей нашего города, которые могут сегодня зарегистрироваться на нашем сайте, в сайте Управления физической культуры и спорта, и в наших центрах сдачи ГТО спокойно сдать этот комплекс, для того, чтобы получить или золотую, или серебряную, или же бронзовый значок ГТО. Самые большие команды участников представил Анапский колледж сферы услуг, спортивная школа Олимпийского резерва номер 1, спортивные школы номер 4 и 5. Молодежь сразу приступила к силовым упражнениям. Василий Полончук впервые взял 16-килограммовую гирю здесь, на тестировании. Результатом доволен 41 рывок за 4 минуты. Нужно это дело, потому что нужно повышать уровень здоровья, чтобы заинтересовывать молодежь, чтобы они занимались спортом, продвигались, чтобы здоровый образ жизни вели. Потому что когда человек занимается спортом, у него больше заинтересованности в здоровом, чем в плохом. У него будет меньше времени свободного, он будет тренироваться, ходить на учебу, дома отдыхать. У него не будет возможности заниматься плохими вещами. Но, как оказалось, молодые спортсмены рано радовались своим результатом. 60-летний пенсионер Юрий Каратаев с тем же самым спортивным снарядом совершил 113 подъемов за те же 4 минуты. Причем на эти соревнования попал совершенно случайно. Вместе с молодежью на соревнования пришли и их руководители. Ведь только личным примером можно показать, что спорт – это здорово. Впрочем, сдать нормы ГТО можно не только на подобных мероприятиях. Для населения есть возможность. У нас вывечен в официальном сайте центр тестирования, телефон. Мы можем дать любую консультацию. Будет сформирована судейская бригада. У нас сейчас есть, потому что прошли специальное обучение. У нас специально 14 судей, которые для именно тестирования нормативов ГТО. Мы готовы население принимать. И я думаю, что в дальнейшем у нас будут хорошие результаты. На этом соревнования норм ГТО не заканчивается. 18 марта в школе номер 6 пройдут соревнования по стрельбе. А 19-го спортивная школа «Виктория» встретит состязание по плаванию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова